В КФУ прошло заседание Стратегического совета по развитию передовых инженерных школ Киберавтотех. Как прошел День науки в лице имени Николая Лобачевского? Твоя профессия – твой выбор. Где научиться оказывать первую помощь? Всем привет! В эфире универ-новости, а в студии Адалина Абдрахманова. 16 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел премьерный показ спектакля «Толстой без отчества». Творческая лаборатория про театр рассказала о юношеских годах писателя и показала, как выглядела его студенческая жизнь в Казани. Действие разворачивается в 1844 году. Молодой граф переезжает из Ясной Поляны в Казань и становится студентом Императорского Казанского университета. Город живет в своем ритме. Гастроли именитых московских актеров, благотворительные вечера, высший свет, деятели науки и культуры и, конечно, новые возможности. Время, когда самым популярным развлечением является постановка живых картин. Театральных интерпретаций произведений изобразительного искусства. Толстого затягивает в круговорот новой жизни. Стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Rankings. В 2024 году Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции по 15 предметам и 4 предметным областям по версии рейтингов. По направлению нефтегазовое дело КФУ вновь вошел в топ-40 вузов мира, заняв 38 место в мире и 2 место по России. Высоко отмечено достижение вуза по дисциплине образования. В мировом рейтинге Казанскому федеральному университету удалось попасть в число 100 лучших. Сейчас он находится на 89 позиции в мире и занимает вторую строчку среди российских вузов. Помимо этого КФУ улучшил свои позиции по направлению компьютерной науки, заняв 451 и 500 место в мире и 13 место по России, а также в резерве трех отраслевых рейтингов – искусство и гуманитарной науки и инженерной науки и технологии. Отдельно отметим, что по последнему треку Казанский университет прибавил 50 позиций в рейтинге. 16 апреля состоялось заседание Стратегического совета по развитию инженерного образования передовой инженерной школы «Киберавтотех» Набережной Челнинского института Казанского федерального университета. О новом оборудовании, работе над созданием беспилотного шаттла и финансовых вопросах передовой инженерной школы на 2024 год смотрите прямо сейчас. Мероприятие прошло на площадке инжинирингового центра Набережной Челнинского филиала ВУЗа при участии представителей ключевого индустриального партнера проекта ПАО «КамАЗ» Миноборнауки Российской Федерации Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли Республики, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, директора Набережной Челнинского института Георгия Котиева и ректора Казанского университета Линара Сафина. До начала заседания для делегации провели экскурсию по институту. Коллеги осмотрели учебно-лабораторный комплекс «Два», учебно-библиотечный корпус и студенческий городок. Георгий Котиев продемонстрировал новое современное оборудование, а также рассказал о строительстве учебного корпуса, представляющего из себя высокотехнологичный кластер с современными научно-исследовательскими лабораториями. В структуру кластера входит инновационный центр с бизнес-инкубатором, центр перспективных разработок, бизнес-центр и филиал Высшей школы информационных технологий и систем. Это первое заседание в этом году. Благодаря тому, что мы перешли в первую группу передовых инженерных школ в России, планов должно становиться все больше и больше. Сегодня мы их наметим, утвердим, будем работать, развивать и передовую инженерную школу, и наш Набережный Челненский институт. Далее члены совета перешли в конференц-зал для обсуждения основных вопросов повестки дня. Рассматривались итоги деятельности передовой инженерной школы ВУЗа за минувший год и планы по ее развитию на 2024 год. Директор передовой инженерной школы Киберавтотех Набережный Челненского института КФУ Гузель Капитонова рассказал о проделанной работе по созданию научно-образовательных пространств и улучшению условий жизни студентов. Также с отчетом выступил проректор по хозяйственной деятельности Казанского университета Алмаз Менгулов. В 2024 году основной упор будет сделан на цифровизацию и роботизацию производства. Согласно стратегии научно-технологического развития России, к 2030 году страна должна войти в число 25 стран-лидеров по производству промышленных роботов. И здесь ПИШ с каждым годом планирует наращивать темп, создавая безлюдное производство, повышая качество продукции и производительность. Также планируется увеличить долю транспортных средств на альтернативных видах топлива до 30%, а углеродный след от эксплуатации общественного транспорта в крупных агломерациях уменьшить на 70%. В области интеллектуального автомобиля идет работа над созданием беспилотного шаттла, который будет работать в автономном режиме по заданному маршруту с автоматическим построением оптимального маршрута. Кроме того, разрабатывается мультимодальная система транспортировки с использованием беспилотного летательного аппарата и техника для лесной промышленности. В завершении участники заседания утвердили финансовый план передовой инженерной школы на 2024 год. Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ План закупок оборудований Перечень работ по созданию научно-образовательных пространств Карина Саяхова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универ Новости В Императорском зале Казанского федерального университета в честь Дня науки собрались лицеисты и профессорско-преподавательский состав вуза. На мероприятии для учащихся лицея имени Лобачевского были прочитаны лекции, посвященные науке, исследованиям и образованию. Подробнее о том, как прошло научное событие, узнаете в сюжете. День науки в лицее имени Лобачевского проводится ежегодно. 2024 не стал исключением. В рамках мероприятия была подготовлена научно-просветительская программа. Десятые классы защищали свои образовательные проекты, а для учащихся в восьмых и девятых были прочитаны лекции. Лилиана Шакирова, заведующая кафедрой теории и технологии преподавания математики и информатики Института математики и механики имени Лобачевского, подготовила содержательную лекцию, посвященную открытиям и достижениям Николая Лобачевского, его труду в стенах Казанского университета. По словам самих учащихся, несмотря на то, что они хорошо знали биографию ученого, в честь которого назван их лицей, ребята узнали для себя много нового. Мы всегда дружим с учеными институтов КФУ. Они часто даже слову «гости» не подходят. Наши коллеги, наши ученики знают их, используют их лекции в материалах для своих рефератов, для проектов. Мы очень рады, что мы учимся в лицее, который имеет прямую связь с университетом. Также была проведена лекция, затрагивающая один из самых актуальных вопросов современности. Ведущий научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев выступил с темой, посвященной нефти. Ни для кого не секрет, что Республика Татарстан известна далеко за пределами России своими запасами и добычей этого сырья и газа. Как отметили заинтересованные лицеисты, лекция помогла повысить общее понимание значимости черного золота для мировой экономики и экологии, а кто-то и вовсе заинтересовался и подумал связать свою жизнь с нефтедобычей, нефтепереработкой и нефтепромышленностью. Часто приходим на такие мероприятия, наша администрация их очень качественно проводит, приглашает нас на подобного рода события, нам очень нравится, мы все с интересом их слушаем и каждый раз получаем большое наслаждение, получаем новую информацию, открываем для себя что-то новое. Праздник Дня науки имени Лобачевского стал отличным поводом для подрастающего поколения почувствовать себя частью научного сообщества, погрузиться в атмосферу знаний и открытий, а также вдохновиться на будущее открытие и свершение. В завершении мероприятия самые активные ребята получили памятные подарки. Тимур Гамилов, Резида Каримова, Николай Асуховский, Универ, Новости. На подготовительном факультете Казанского федерального университета прошел круглый стол по вопросам организации производственной практики и трудоустройства иностранных учащихся. О тонкостях трудоустройства и когда лучше начать поиски работы расскажем далее. Одной из важнейших задач по окончанию университета является трудоустройство по специальности. Для каждого выпускника найти хорошее место работы это сложная и ответственная миссия. Если студенты из России знают хотя бы примерную специфику найма, то у иностранцев на этом этапе возникают вопросы. В связи с этим на подготовительном факультете прошло заседание круглого стола, в ходе которого иностранным студентам рассказали о внутренних процессах трудоустройства. На встрече присутствовали представители Казанского федерального университета, государственных органов Республики Татарстан, крупнейшей автомобильной корпорации Российской Федерации, университетской клиники Казанского университета и других организаций. Это нормально, когда студент параллельно совмещает учебу с работой, но желательно делать это на выпускных курсах, на последних курсах, потому что, по крайней мере, для иностранных студентов мы всегда говорим, что первые два курса лучше не работать, потому что очень сложно входить в учебный процесс, социализацию проходить, особенно если у них не такой хороший русский язык. Безусловно, первые два курса необходимо социализироваться, адаптироваться и меньше времени уделять работе, а больше учебе. Во время мероприятия студентам предложили пройти практику в двух местах – КАМАЗе и университетской клинике КФУ. Помимо этого, иностранные учащиеся смогли задать интересующие их вопросы, которые касаются приема на работу и начала карьеры. Как отмечают сами студенты, проведение подобного рода заседаний актуально в наше время, так как с каждым годом становится все больше вакантных мест и даже новых профессий. Мероприятие, конечно, важно для студентов, особенно иностранцев, потому что они не знают, если они работают и без правила, не знают, если работают, и потом полиция поймут и не знают, ничего делают. Отметим, что в этом году заседание по вопросам качественного и бережного трудоустройства проводится впервые. Ранее эта тема поднималась в рамках других круглых столов. В будущем организаторы планируют и дальше развивать это направление. Игорь Афанасьев, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Школьная жизнь полна эмоций и событий. Первая линейка, интересный урок по астрономии, постановка танцевальных номеров, изготовление скворечников, веселые переменки, обретение крепкой дружбы или даже неожиданной влюбленности. Но в учебных заведениях часто возникают нештатные ситуации. От незначительных травм до неожиданных серьезных происшествий. Оказание первой помощи ложится на учителей, поэтому они должны обладать определенными навыками, чтобы быстро и правильно реагировать на такие ситуации. В Казанском федеральном университете как раз реализуют модуль курса оказания первой помощи для педагогов школы Республики Татарстан. Подробнее о программе узнаете в следующем сюжете. Курс оказания первой помощи в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ реализуется с января 2024 года совместно с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Татарстан. За первый квартал 2024 года обучение прошли уже более трех тысяч учителей со всего округа. Все они получили не только теоретические, но и практические навыки, так как в Казанском университете есть все необходимое оборудование – манекены, маски для искусственного дыхания, перчатки, бинты, повязки и многое другое. Почему это важно? Вы знаете, что детская среда, она очень динамичная, травмоопасная и сегодня учебный процесс представляет определенную сложность для детей. Очень много стрессогенных факторов, не секрет, даже когда учитель приглашает ребенка к доске, некоторые дети, особенно девушки, испытывают стресс, волнение. Это может дойти даже обморок. Программа курса оказания первой помощи для педагогов рассчитана на 16 часов и разделена на две части. Теоретическая проходит в дистанционном формате и составляет 8 часов подготовки. Педагоги подключаются к платформе Казанского университета и проходят курс. Только после его прохождения следует уже практический этап, также включающий 8-часовое обучение. Там педагоги применяют полученные знания в условиях реального времени, согласно 477 приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи. Обучаются оказывать помощь при нарушении сознания, дыхания, наружных кровотечениях, отравлениях, травмах различной теологии, при солнечном ударе. Ну и основное, конечно, это учатся оказывать помощь при внезапной установке сердца. То есть, так скажем, сердечно-лёгочную реанимацию учатся делать. Это основное, всё-таки при оказании первой помощи. Потому что у нас бывает нет ни 20, ни 10 минут, да, то есть первая помощь должна быть оказана здесь и сейчас ребёнку. Пройдя курс по оказанию первой помощи, педагоги не только получают большой багаж знаний и навыков для экстренных ситуаций, но и психологическую подготовку, которая поможет справиться с возможным стрессовым состоянием при действиях в экстренных ситуациях, связанных с угрозами здоровья детей. Я считаю, что эти курсы очень полезны, потому что вообще учителя, мы находимся в зоне ответственности, мы отвечаем за жизнь и здоровье детей. И с детьми может произойти абсолютно всё, что угодно, да, и во время уроков, во время перемен. И вот сегодня, побывав именно на этих курсах, нам дали конкретный алгоритм действий, как надо действовать в тех или иных ситуациях и как надо просто спасти жизнь ребёнка. Педагог – это не просто профессия, а образ жизни, ведь именно учителям родители доверяют своих детей. Поэтому курсы оказания первой помощи необходимы и важны. Школьникам в экстренных ситуациях смогут оказать необходимую экстренную помощь, а родители, в свою очередь, смогут не переживать за их безопасность. Елизавета Газизянова, Кристина Отёкина, Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом всё. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова